МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Жилье подлежит обязательному страхованию. Предложение по этому вопросу Министерство финансов поручил подготовить Дмитрий Медведев. В 2014 году все собственники жилплощади в многоквартирных домах будут платить за капитальный ремонт. Связано это с изменениями в жилищном кодексе. И в первой школе решили сменить директора на один день. В день школьного самоуправления должность займет один из учащихся. Правительство России внесло в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов. Согласно документу, в 2014 году в государственную казну поступит почти 14 триллионов рублей. При этом дефицит составит около 392 миллиардов рублей. В 2015-м дефицит вырастет до 817 миллиардов, а в 2016-м снизится до 486. При разработке документа решено отказаться от индексирования зарплат госслужащих и военных. Кроме того, предлагается на 2% сократить субсидии бюджетным и автономным учреждениям. При этом 5%, которые разработчики проекта планируют сэкономить на всех статьях расходов, будут направлены на статьи, посвященные выполнению социальных обязательств. Президент России Путин, комментируя проект закона, сказал. Я хочу обратить внимание на то, что сокращение расходов – это не самоцель бюджетного правила. Гораздо более глубинная цель заключается в том, чтобы создать условия для развития, потому что бюджетное правило должно помочь совершенствовать и улучшать наши макроэкономические показатели. Это, как мы знаем, одно из необходимых условий развития всей экономики. В соответствии с бюджетным кодексом России Госдума рассматривает проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение 60 дней в трех чтениях. В Тюменской областной думе осенняя сессия. В повестке несколько десятков вопросов среди первоочередных исполнения и формирования областного бюджета до конца года. После долгих дискуссий в него были внесены поправки. Доходная часть главного финансового документа области увеличится почти на 2 миллиарда рублей. Все без исключения целевые программы продолжат свою работу. Говорили депутаты и о поддержке предпринимательства. Народные избранники предлагают увеличить рассрочку, за пользование госимуществом для бизнесменов с 3 до 5 лет. Кроме того, рассматривался вопрос о том, чтобы с января будущего года в Тюменской области повысить прожиточный минимум для пенсионеров. Социальная доплата увеличить на 6%. Напомню, Ямало-Ненецкий автономный округ в областном парламенте представляет начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкий. Исполнение бюджета области затрагивает интересы всех его жителей. Поэтому парламентариям необходимо своевременно вмешиваться в процесс формирования бюджета и регулировать механизмы его исполнения. Немаловажно и то, что депутатский корпус поддержал предложение о повышении прожиточного минимума для пенсионеров. Социальная забота о пожилых гражданах должна быть одним из приоритетов в работе законодательной и исполнительной власти региона. По совет законодательного собрания Ямала обсудил вопросы, которые будут рассмотрены на очередном заседании окружного парламента 16 октября. Планируется, что их будет 32. В частности, в первом чтении депутаты рассмотрят проект регионального закона о развитии казачества, поправки в окружные законы о наделении статусом, определении административного центра и границ муниципальных образований автономного округа, а также вопросы о порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в регионе, и пересмотрят величину прожиточного минимума пенсионера на 2014 год. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил Минфины подготовить предложение обязательного страхования жилья, причем так, чтобы они не противоречили российскому праву. Наши люди привыкли надеяться на помощь сверху. В стране разные виды страховок есть у 10% населения, а в Европе и Америке – у 90%. Медведев считает, что страховки снизят расходы бюджета на помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Так, к примеру, на Дальнем Востоке застраховано было только 10% жилья, которое пострадало от наводнения. Между тем, по предварительным оценкам, ущерб оценивается в 30 миллиардов рублей. Государство не обязано собственникам что-то компенсировать, считают некоторые эксперты. Зона его ответственности – террористические акты, военные действия, остальное – добрая социальная воля. А в расчетках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка. Это связано с изменениями в жилищном кодексе, пишет коммерсант. Теперь все собственники жилплощади в многоквартирных домах будут платить за капитальный ремонт. К 2014 году власти регионов обязаны создать фонд капитального ремонта и назначить регионального оператора, который будет ремонтировать жилфонд и своевременно публиковать информацию о ходе работ в сети. По словам руководителя рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве России Андрея Чибиса, плата будет составлять 5-7 рублей с квадратного метра. Таким образом, собственник квартиры площадью 50 квадратов добавит к своим ежемесячным коммунальным платежам 250-300 рублей. В России 1 октября на 5,5% выросла зарплата бюджетников, передает телеканал «Россия-24». Повышение касается учителей, врачей, а также сотрудников федеральных казенных учреждений и федеральных госорганов. Кроме того, зарплата стала больше и у гражданского персонала воинских частей. На те же 5,5% выросло жалование судей. Повышение не потребует дополнительного финансирования, поскольку затраты были изначально заложены в бюджет. Первая муравленковская школа в числе четырех ямальских образовательных учреждений и единственная в городе вошла в рейтинг 100 лучших школ России. Данный проект организовала общественная организация «Интеллект будущего». Он получил поддержку правительства страны и грант в области программ по выявлению одаренных и талантливых детей. По итогам участия в национальной образовательной программе «Интеллектуально-творческий потенциал России» нашей первой школе уже третий год подряд вручает сертификат о том, что она входит в число лучших учреждений страны. Это означает, что работа – это не случайно, это работа систематическая, стабильная. Мероприятия, которые входят в эту программу, в том числе являются основанием для присуждения грантов талантливой молодежи, грантов президента. И в первой школе состоялись выборы. Более 800 человек отдали свои голоса за того, кто из учащихся, на их взгляд, достоин занять вакантную должность директора учебного заведения, за того, кто будет руководить учебным процессом в течение одного дня – Дня школьного самоуправления. За ходом выборов наблюдала и наш корреспондент Татьяна Сорокина. Не нарушать закон об образовании и не доводить учителей до инфаркта – главные требования к кандидатам, которые изъявили желание на один день стать директором учебного заведения. Как и в политической жизни страны, предвыборная кампания – особый период. В это время кандидаты проявляют свой характер, лидерские качества. В этом году даже мы столкнулись с тем, что были такие теневые пиар-технологии использованы. Мы их показали, дети поняли, что так, ну как бы вот, нечестно делать некоторые вещи. Поэтому им пришлось объединиться, потому что они сначала друг против друга очень агрессивно были настроены. И вот это всё в процессе как-то вот сгладилось, ушло. Они поняли, что они должны работать одной командой, если они хотят добиться результата. Один из кандидатов в своей предвыборной программе обещал ввести свободную форму одежды. Но его предупредили – популистские методы использовать запрещено. И этот пункт противоречит закону об образовании. Анастасия Хопта в выборах участвует уже не первый раз. И в прошлом году ей удалось победить. Один из её пяти конкурентов, Ахмедхан Алхаматов, говорит, во время кампании друзья проверяются на прочность. В команде не может быть один человек. В команде должны быть все. Если бы я был один, я бы никогда не смог даже добраться хоть до первой ступеньки, чтобы стать директором. Мои друзья, они поддерживали меня. Они помогали мне. Они помогали даже мне делать плакаты. Если бы я был один, я бы никогда не смог этого сделать. В качестве удостоверения личности школьники с первого по девятый класс предъявляли дневники. Право голоса имели также родители и учителя. Тут тоже всё по-настоящему. Бюллетень для голосования выдавали строго по паспорту. В этом году на избирательный участок явились 815 человек. Рекорд. Есть в школьных выборах и свой нюанс. Победитель займёт кресло директора только на один день. Но после этого он автоматически станет председателем совета лидеров школы. А также будет представлять интересы учащихся на самом верху в совете учреждения, в который входят взрослые. Орган на сегодняшний день, который наделён очень большими полномочиями. Ну, в связи, во-первых, с новым законом об образовании. Во-вторых, с тем, что полномочия совета учреждения расширяются. Члены совета учреждения могут присутствовать на педсоветах, на любых, инициировать проведение таких педсоветов могут влиять на учебный план даже. В выборах победу одержал Ахмедхан Алхаматов. За него проголосовали 36% избирателей. На 4% отстала Анастасия Хопта. Но, по большому счёту, как таковых проигравших нет. Все кандидаты будут работать в команде победителя. Им предстоит организовать учебный процесс в день дублёра, то есть в день школьного самоуправления. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Всероссийский центр изучения общественного мнения закрыл летний туристический сезон. По его данным, путешествия совершили 23% россиян, потратив на отдых в среднем на 24% больше, чем год назад. Средний бюджет на отдых тех, кто ездил в туристическую поездку, составил 30 778 рублей из расчёта на одного человека. Если сравнить реальные отраты с планируемыми, то бюджет оказался превышен на 11%. Финансировать летний отдых российские туристы предпочитают из своих накоплений. Каждый десятый оплатил свою туристическую поездку из текущих средств. И это была завершающая информация выпуска. Впереди вас ждёт прогноз погоды на завтра. Я желаю вам всего доброго и до свидания. КОНЕЦ Когда есть надёжный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдёте качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надёжный ориентир. 2 октября в Салехарде плюс 1, ветер северный до 7 метров в секунду. В Ноябрьске плюс 3, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. В Муравленко 2 октября плюс 2, ветер юго-западный до 2 метров в секунду.